Укол свободы. В августе прошлого года российские ученые, одни из первых в мире, разработали комбинированную векторную вакцину, зарегистрированную как ГАМ-КОВИД-ВАК. Сегодня она является единственным средством борьбы с пандемией. Поначалу люди побаивались делать прививку. Новая вакцина вызывала сомнения и споры. Однако со стартом массовой вакцинации в начале января упорные цифры статистики стали показывать положительную динамику. Вакцинируются как отдельные граждане, так и целые предприятия. Так сотрудники ПАУТ-Плюс пришли уже на ревакцинацию в одну из городских поликлиник. С момента введения первого компонента вакцины прошел 21 день. Самочувствие у всех удовлетворительное. Резкого ухудшения здоровья за этот период не было. Пациенты проходят ревакцинацию уже по знакомому маршруту. Сначала посещение кабинета терапевта или врача общей практики, где собирается анамнез текущего состояния здоровья, измеряются температура, артериальное давление и сатурация. Сразу предупреждаю. Молодой контингент у нас более ярко реагирует. Но если вы на первой не реагировали, значит второй может сопровождаться ломотой. Ни температуры, ничего нет. Давайте, пожалуйста. Далее пациентов направляют в прививочный кабинет на введение второго компонента вакцины. Три дня также не мочить, не терять место кольчика. На ночь выпить можно суперсин или любят таблетки, которые реперсированы завтра. Если температура поднимется, значит надо таблетку постановить. Вы что-то восьмидесят поднимете. Да, да, да. Три дня алкоголя исключаем, три дня физическая нагрузка исключаем. После этого пациентов приглашают в комнату медицинского наблюдения. Здесь не менее получаса они находятся под контролем медработника. Считаю, что вакцинироваться лично для себя приняло решение для того, чтобы воспользоваться возможностью, когда есть такая вакцина, первая в мире, чтобы исключить возможность заболевания и полноценно жить и работать. Не следует забывать, что после введения второго компонента вакцины ее приживание составляет также 21 день. Во-первых, мы понимаем, что мы уменьшаем количество возможных заболеваний в коллективе. Работа у нас достаточно специфичная, мы обеспечиваем город теплым электричеством, поэтому, исключая возможность заболевания, тем самым мы гарантируем работу. Ну и сами не болеем, и семьи свои сохраняем. Для этой группы из трудового коллектива вакцинация завершена. А наша съемочная бригада перемещается непосредственно на территорию Ульяновской ТЭЦ-1. На улице мороз, а в домах наших тепло и уютно. И все это благодаря непосредственно работникам предприятия ТЭЦ-1 города Ульяновска. Сегодня мы приехали к ним на предприятие, чтобы посмотреть, как будет проходить процедура вакцинирования новым пациентам. В медицинском пункте всем записавшимся вводят первый компонент вакцины. Маршрут вакцинации идентичен поликлиническому. Практика коллективного прививания на предприятие не нова. Ежегодно на станциях мобилизуют прививочные компании против гриппа. Поэтому вакцинацию от коронавируса непосредственно на рабочем месте сотрудники ТЭЦ встретили благосклонно. О возможных противопоказаниях работники были информированы заранее. У нас заблаговременно была проведена обширная работа нашим предприятием. Все противопоказания были озвучены. Была рассылка по электронной почте в устной форме. Все люди, которые сюда сегодня пришли, были предупреждены. Предприятие заинтересовано в здоровье своих рабочих. Поэтому руководство ТЭПлюс приняло решение об организации мобильной вакцинации. Мы договорились для того, чтобы не было лишнего скопления в поликлинике. Поэтому договорились на определенные дни. То есть они собрали людей желающих, кто хочет вакцинироваться. И также привезли нас сюда. С каждым работником предприятия врач проводит предварительную беседу о состоянии его здоровья и хронических заболеваниях. Если есть сомнения, доктор обосновывает причину медотвода. Всего на производственных предприятиях филиала трудится около тысячи работников. На вакцинацию пока что записались порядка 300 человек. Будем надеяться, что уже совсем скоро спутник победит пандемию коронавируса и освободит человечество из оков тяжелого недуга и страха заболевания. Антон Никонов, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ